Абхазия Абхазия является древнехристианской страной. История христианства в Абхазии насчитывает 2000 лет. Конечно, рассказать обо всей этой истории невозможно в рамках одной передачи. Я профессионально занимаюсь изучением истории христианства в Абхазии и составляю список различных работ по изучению истории христианства в Абхазии. Хронологически этот список начинается с 1846 года, с первых альбомов с изображениями абхазских храмов, сделанными Фредериком Дебуа, де Монпаре, и до сегодняшнего дня, когда пишутся серьезные академические научные работы. Так вот этот список составляет более 300 работ. Это различные книги, статьи, заметки и так далее. Поэтому я сосредоточу свое внимание на наиболее важных и интересных фактах из истории христианства в Абхазии. Прежде всего нужно сказать о том, что Абхазия является апостольской страной. Что значит апостольская? Те территории или территории тех или иных стран, в которых проповедовал хотя бы один из 12 учеников Христа, эти территории именуются в традиции церкви апостольской землей, апостольской церковью, если там существует церковь, апостольской страной. Было много разных названий. Так вот, в Абхазии проповедовали трое из 12 апостолов Иисуса Христа. Вы только вдумайтесь в это число. По древнехристианским источникам, как раннего периода, так и более позднего периода, мы узнаем о том, что сюда с евангельской вестью, благой вестью, пришли апостол Андрей Первозванный, Симон Канонит, он же Зелот, и апостол Матфей, который был из числа 70-ти, и по жребию был избран на место Иуды Искариота, или Иуды Предателя, как мы говорим. Почему Абхазия стала апостольской страной? Почему Абхазия практически с момента возникновения христианства уже услышала благую весть? Это стало возможным по одной причине. Море, то есть Эвксиноспонтус, как его называли в то время, гостеприимное море, это официальное название Черного моря, через море Абхазия приобщилась к древним цивилизациям, к древним культурам, и соприкоснулась с мировыми религиями, в том числе и с христианством. Я иногда даже так говорю, что море для нас, жителей Абхазии, являлся древним интернетом, через который мы общались со всем остальным миром. Действительно это так, потому что уже с античных времен сюда приходят греки, создают города-колонии, потом приходят римляне, создают города-крепости. И Абхазия была интегрирована к моменту возникновения христианства в так называемую греко-римскую культуру, греко-римскую цивилизацию. А христианство, как известно, возникло именно на основе греко-римской цивилизации. Так вот, через эти коммуникации, которые уже существовали, сюда прибывают названные апостолы. И первый город, в котором они проповедуют, это Великий Себастополис, как его называли в то время, современная столица Абхазии, город Сухум. Андрей Первозванный, то, что он был на территории Абхазии и проповедовал здесь, никто из церковных историков не оспаривает. Что касается апостола Симона Канонита, в IX веке фиксируется первое церковное предание о том, что он вместе с апостолом Андреем пришел сюда и был оставлен им в городе Себастополисе. С XI века фиксируется церковное предание о том, что апостол Симон Канонит был погребен на Абхазской земле, и речь чаще всего идет о городе Новый Афон, тогда он именовался на Копия или на Куфия. И тот храм, который сегодня, древний храм здесь стоит в честь этого апостола, вот это место как раз и считается местом погребения апостола Симона Канонита. Что касается апостола Матфея, то тоже очень интересная история. Сегодня мы знаем, что в мире существует четыре гробницы этого апостола. Одна находится в городе Трири в Германии, две гробницы находятся в Италии, одна из них в знаменитом храме в Риме Санта Мария Маджори. И в конце XIX века в Абхазии тоже фиксируется храм на Сухумской горе, так и называется в наше время эта гора, но в XIX веке она именовалась Самата, то есть Святого Матфея. И там находились руины древней церкви, в котором указывалась и могила, в том числе апостола Матфея. Теперь в отношении первой христианской общины на территории Абхазии, первого церковного института, когда мы говорим церковный институт, мы подразумеваем христианскую общину, во главе которого стоял епископ, и эта община в своем распоряжении имела базиликальный древний храм. Так вот, вот такую общину или церковный институт мы имеем в самом начале IV века на территории современного города Питсунда или древнего Питиуса, это название происходит от названия сосны, приморская сосна, которая является царицей растительности в городе Питсунде. Так вот, вы представьте себе, что один из епископов этого города, мы знаем его имя, Святой Стратофил, он принимает участие на первом вселенском собое, который проходил в городе Никея в 325 году. На этом соборе принимали участие практически все епископы тогдашнего христианского мира, среди них был епископ из Абхазии. Питсунда становится затем кафедрой предстоятеля Абхазской православной церкви или Абхазского католикосата. Можно задаться вопросом, почему именно Питсунда? И надо заметить, что Питсунда действительно является самым древним центром христианства не только в Абхазии, но и на всем Кавказе. Самая большая постройка средневековая находится в Питсунде, это Питсунский патриарший собор. Так вот, почему именно Питсунда стала таковым, а не, скажем, тот же знаменитый великий Себастополис, то есть Сухум? Дело в том, что в конце 3-го, в начале 4-го века в Абхазгию, в Абхазию, и именно в Питсунду ссылается очень много христианских святых мучеников, воинов, которые за исповедание христианства наказывались либо военачальниками, либо самими римскими императорами, чаще всего упоминается имя императора Диоклетиана. Так вот, сюда ссылается мученик Евгения с тремя еще воинами в Питсунду. Сюда ссылается, все это происходит в начале 4-го века, сюда ссылается мученик Аренти и шесть его братьев. Это сирийцы, которые все находились на службе в римской армии и за исповедание христианствах отправляют сюда. Сюда ссылаются очень известные политические деятели Римской и потом Византийской империи. И самый главный, ссыльный в Питсунду, это был великий Иоанн Златоуст, один из величайших отцов церкви, который был архиепископом Константинопольским, как бы мы сказали бы в наше время, патриархом Константинопольским. Так вот, он тоже ссылается в начале 5-го века сюда, правда, он не доплыл до Питсунду, он умирает в Каманах на территории Понта, это современный гимюнек в Турции. И уже в 20-м веке, с учетом того, что Питсунда стала крупным туристическим центром, два известных западных исследователя, значит, это Энтони Брайер и Дэвид Уэйнфилд, они сказали так, Питсунда в раннее христианское время стало фешенебельным местом ссылки святых. Такое очень интересное определение. И, безусловно, вот это все сыграло свою роль. Почему? Потому что ведь эти же ссыльные, которые готовы были пострадать перед самим, вдумайтесь только, императором римским, конечно же, попадая сюда в ссылку, они продолжали свою христианскую проповедь. И именно они создают первую христианскую общину, которая потом впоследствии будет иметь своего епископа. Если я упомяну о святом Иоанне Златоусте, я хочу отметить еще один очень любопытный факт. Христианство очень сильно отразилось и на языке абхазов. Очень много терминов, много фраз, которые, как говорят чаще всего лингвисты, книжного заимствования, то есть из христианских книг или же из устной проповеди. Когда абхазы хотят сказать, что они делают крестное знамение, они говорят такую фразу «Слых саджимши садзатуют». Если мы это переведем на русский язык, это буквально означает перекрестить свой лоб. Дело в том, что во времена Иоанна Златоуста, то есть вторая половина четвертого, начала пятого века, христиане в то время крестились большим пальцем, делая крест на своем лбу вот таким образом. И вот это действие, формула этого действия сохранилась в абхазском языке. Это тоже очень удивительный факт. Теперь уже в VI веке, во времена великого римского и византийского императора Юстиниана в Абхазии создается новый церковный институт, иногда даже называется точная дата 549 год. Создается автокефальная архиепископия, то есть архиепископ, автокефальный архиепископ Себастопольский, Сухумский. Границы этой церкви простирались на провинцию, или говоря греческим языком, на ипархия, то есть ипархию, Абхазии. Отсюда, собственно говоря, и второе название этого церковного института Абхазской епархии. Только единственное надо понимать, что термин автокефальная в данном случае не означает полную независимость. Речь идет о том, что эти архиепископы не подчинялись соседним митрополитам и напрямую подчинялись Константинопольскому патриарху. Далее здесь следует отметить еще несколько любопытных фактов. Я уже сказал о том, что абхазский епископ, точнее, епископ из Абхазии участвовал на Первом Вселенском Соборе. Так вот, и в последующих соборах абхазские епископы принимают участие на Вселенских Соборах. Так, на Трульском Соборе, он проходил в VII веке, это продолжение VI Вселенского Собора, принимает участие святой Фаустин епископ Зиганиса, это место называется на абхазском языке Гуда, в пригороде Ачинчира. На VII Вселенском Соборе в 787 году епископ Константин Себастопольский Сухумский принимает участие на этом Вселенском Соборе. Поэтому формирование христианских догматов, создание символа веры, принятые каноны на всех этих Вселенских Соборах, они к нам попали в Абхазию не просто через книжную письменность, до нас ее доносили наши епископы, которые принимали участие на этих всех Вселенских Соборах. Здесь же любопытно отметить, что в VII веке, например, снова мы видим, что в Абхазию ссылаются в VII-VIII веках известные христианские деятели, но правда уже не из-за исповедания христианства, а именно из-за того, что они боролись с ересью, с теми или иными отклонениями от христианского вероучения. Так сюда ссылается известный богослов, святой Максим Исповедник, двое его учеников, святой Анастасий Константинопольский, святой Анастасий Апокрисари, они тоже исповедники. Так вот, один из этих учеников потом напишет письмо Федору Гангрскому, город Гангра находилось на территории современной Турции. И из этого письма мы узнаем о расцвете в середине VII века христианства в Абхазии, когда абазгов именуют христолюбивыми абазгами, их правители именуют христолюбивыми правителями. В VIII веке, как известно, возникает средневековое абхазское государство, абхазское царство, и в это же время возникает уже автокефальная православная церковь Абхазии или абхазская православная церковь. Единственное, что я замечу, что надо понимать, что независимых, абсолютно независимых церквей никогда не было и не существует в наше время. Все автокефальные поместные церкви, они все вместе составляют единую святую соборную апостольскую церковь. Поэтому они только вместе могут принимать общие для себя решения, общие постулаты веры, общие каноны. Единственное автокефалие, что подразумевает, это административную свободу действия на той или иной территории. Так вот, в таком понимании автокефальная православная церковь существовала в Абхазии с 8 века. Ее возглавляют абхазские католикосы. Когда впервые мною было сказано об этом, конечно, для многих это было тяжело воспринимать, потому что, ну как же так, маленькая Абхазия оказывается имела в древности автокефальную поместную церковь. И эта поместная церковь была создана намного ранее, чем остальные православные церкви. И с этим очень трудно было согласиться, особенно представителям многочисленных современных православных церквей. Но однако историческая наука сегодня абсолютно точно знает о существовании такой церкви, даже если нет прямых документов, подтверждающих ее статус. Например, мы знаем о том, что есть рукопись 11 века, в котором упоминается абхазский католикоз. Далее отмечу еще один очень интересный факт. В это же время мы узнаем об абхазском святом, или точнее святом абхазского происхождения, святом Евстафе Абсильском. Он правил восточной частью Абхазии, мученически пострадал, и в городе Харане, это современная территория Турции, тогда это была Сирия. Его мощи там находились, и многие христиане приходили к его мощам с молитвой. Так вот, это древний абхазский святой. Раз я сказал об встафе Абсильском, напомню, что его имя вместе с дружиной, то есть вместе с другими абхазскими войнами, которые тоже пострадали, все это происходит в 8 веке, в 737 году, вот, они были внесены известным кардиналом Цезарем Баронием в 16 веке в римский мартиролог, то есть общий список древних христианских святых. Раз я упомянул об этом святом, наверное, следует сказать несколько слов и о других святых абхазского происхождения. речь идет о святом Баграте, царе Абазгов, значит, погребенном во Влахернском храме в селе Агубедия, речь идет о 12 греках и абазах, построившей храм Успения Богородицы в Киево-Печерской лавре в 11 веке, речь идет о святом Ипатии Гагарском Званба, речь идет о священномученике Ефреме Эфиме, простите, Чачбашир Вашидзе, речь идет об Иоанне Лыханском и так далее. Здесь же замечу, что Абхазия в древности обладала известными чудодворными иконами, одна из самых ранних, это Накопийская чудодворная икона середины 8 века, потом известная Пицунская икона Божьей Матери и другие, ряд, целый ряд других икон. Так вот, вот эта поместная Абхазская Православная Церковь просуществовала до 1795 года. В 16 веке кафедра абхазских католикосов или абхазских патриархов переносится из Пицунды в Гелатии. Надо заметить, что у нас даже остались рисунки 17 века Христофора Костелли, где мы имеем изображение абхазского патриарха и католикоса в полном его облачении. И последний абхазский католикос Максим Второй уже умирает в изгнании в Киево-Печерской лавре. Начиная с 19 века, когда уже Абхазия входит в состав Российской империи, абхазский католикосат, равно как и грузинский католикосат, упраздняются и включаются в состав российской, как она тогда именовалась, церкви. Дело в том, что институт патриаршества был упразднен самой Россией Петром Первым, как известно, и поэтому правящий орган русской церкви, который именовался Святейший Синод, он, конечно, не мог допустить наличие таких институтов патриаршества на тех территориях, которые вошли в состав Российской империи. В середине 19 века создается абхазская епархия во главе с епископом. Затем в 80-х годах 19 века эта епархия переименовывается в Сухумскую и Сухумская епархия просуществовала практически до 1917 года до революции. После революции вслед за объявлением автокефалии грузинской церкви абхазское духовенство и избранные миряне тоже объявляют автокефалию абхазской церкви на особом съезде, который был создан в Сухуме. Но, к сожалению, последующие события, гражданская война, гонения на церковь и так далее, не позволили тогда абхазскому духовенству реализовать этот проект воссоздания древней абхазской церкви. В 1943 году русская церковь признает автокефалию грузинской церкви, которую она признавала 25 лет, и вслед за этим признанием при прямом участии Сталина и Берия, все христианские храмы и общины, сохранявшиеся к этому времени на территории Абхазии, речь идет об абхазских, греческих, русских приходах, все они включаются в состав сухумо-абхазской епархии грузинской православной церкви. И таковое положение вещей сохраняется до 1992 1993 годов, то есть Отечественной войны народа Абхазии. К сожалению, во время этой войны грузинское духовенство активно поддерживало грузинских националистов, которые развязали войну, и после освобождения Абхазии от оккупационных грузинских войск, это духовенство было вынуждено покинуть территорию Абхазии. И с того времени 27 лет церковный Абхазский вопрос остается подвешенным. Дело в том, что Де Юри все поместные православные церкви в мире, а их 15, признают нас частью грузинской церкви. Де факто все эти 27 лет мы существуем самостоятельно. Первым священником в новое время стал отец Виссарион Аплия. Вслед за ним появились ряд священников абхазцев, которые стали возрождать церковную жизнь, стали открывать храмы по мере своих сил и возможностей. На сегодняшний день на территории Абхазии функционируют 29 храмов и два мужских монастыря. я веду составляю список всех храмов и монастырей на территории Абхазии по районный список. Единственное, в этот список я еще не включил храмы на территории Сочи и Адлера, которые в свое время тоже входили в состав абхазского католикасата. Так вот, по моим данным, на сегодня установлено, что на территории Абхазии в разное время были построены и функционировали 198 храмов. Практически 200 храмов. Из них более 100 относятся к первому тысячелетию. Из них самая ранняя церковь не только на территории Абхазии или Кавказа, вообще на территории бывшего Советского Союза находится в городе Пицунда. Эта церковь была раскопана археологами в середине 20 века. и она датируется началом 4 века и является кафедральным храмом, вот названным мною древнего епископа Стратофила. Помимо них самый большой храм средневековый на территории Абхазии это Пицунский Патриарший Собор. Пик церковного искусства и архитектуры это Петенефный Мокфский Собор. Все эти храмы и другие, которые я перечисляю, все они были расписаны в свое время, все имели огромное количество церковной литературы, во всех этих храмах находилось огромное количество различных святынь, вы себе представьте, что в Мокфском соборе еще в 17 веке путешественники зафиксировали наличие большой части мощей, то есть останков святого архидиакона Стефана, христианского мученика первого века христианства, вы только себе представьте, об этом человеке, о его мученичестве, речь идет в апостольских деяниях, все эти храмы пострадали очень серьезно уже в период влияния Османской империи, мы практически потеряли всю церковную литературу, всю богослужебную литературу, все эти святыни, которые я перечислил или не успел перечислить, к сожалению, все это было потеряно. Я бы хотел бы отметить еще один очень важный момент, говоря об истории христианства в Абхазии. Каждый атмос, то есть народ, принимавший христианскую веру, формировал свою собственную форму так называемого народного христианства или народного православия. Что это означает? Это означает, что мы все христиане имеем один и тот же символ веры, то есть наши догмы, они неизменны и у всех они одинаковы. Вера наша одна и та же. Евангелие, которые мы используем, и священное писание, и труды отцов церкви, все это едино, но церковь всегда позволяла, чтобы разные народы, принимавшие христианство, вносили свою влепту в традиции, в обряды, в храмостроительство, в иконографию и так далее. И поэтому абхазы в том числе внесли большой вклад. Обо всем этом, конечно, сейчас я не могу сказать подробно, но я бы сосредоточил бы ваше внимание на очень интересных традициях и обрядах, которые сохраняются до нашего времени. Например, еще в середине 17 века Абхазия перешла на празднование Нового года по Григорианскому календарю, то есть по современному европейскому календарю, когда Новый год празднуется с 31 декабря на 1 января или с 13 января на 14, как мы говорим по старому стилю. Так вот, именно накануне Нового года в абхазских семьях совершается особое моление, а в тех семьях, чьи предки когда-то были кузнецами или производителями ювелирных изделий, они это моление проводят, очень красивое моление проводят в кузнецах, правда, эти кузнецы напоминают современные кузнецы, имитацию древних кузнец, но тем не менее, вот эти кузнецы сохранились и там проводилась молитва. Я хочу обратить ваше внимание на один очень интересный факт. В советское время, как вы понимаете, любой обряд религиозный всегда запрещался, и причем преследовался, но несмотря на это, все 70 лет, весь период советский, абхазы молились в этих кузницах единому Богу, возносили свою молитву и просили о благополучии наступающего года в течение всех этих 70 лет. Поэтому все эти кузницы, собственно говоря, стали такими маленькими церквями в каждой семье, где люди впервые вообще слышали имя Бога, возжигали свечи, совершали другие обряды. Вот такой очень интересный факт. Кроме того, многие названия месяцев в абхазском языке, они христианского происхождения. Например, февраль месяц именуется Айтарамзе, то есть месяц Святого Федора, потому что именно на этот месяц приходит его День Памяти. Или же апрель месяц именуется Амшапамзе, то есть месяц Пасхи. Или август месяц именуется Нанхамзе, то есть месяц Успения Богородицы и так далее, и так далее. Особо следует отметить пасхальный цикл праздников, традиций и обрядов абхазов. У греков трехнедельный подготовительный пост к Великому посту именуется Апокриес. У славянских народов этот же период называется Масленица. У абхазов этот период именуется Хошкара, когда в те или иные дни совершаются очень красивые обряды, традиции, которые приуготовляют человека к началу Великого Поста. Дальше есть очень такое интересное название христианского большого праздника Входа Господня в Иерусалим. Абхазы его именуют Аи-Абаи, это из греческого языка, то есть Святая Вайя. Так вот, в народной христианской традиции в этот день принято украшать дома букетиками лютиков. И самое интересное абхазское название этих цветов Мшапышт, то есть пасхальные цветы. Существует очень важный обряд сам пасхальный. Надо заметить, что Пасха, если мы посмотрим все этнографические описания, материалы, Пасха всегда и в наше время является главным праздником для всех абхазов. Причем парадоксальный мы имеем факт, когда и в советское время, и в наше время, даже если люди не крещены или не ведут активную церковную жизнь, они все совершают этот праздник. Существует очень красивый обряд открытия амфоры с вином в день Пасхи, с закалыванием жертвенного пасхального агнца. Затем на третью неделю после Пасхи, когда мы празднуем, вспоминаем Жон Мироносец, абхазы этот праздник называли Ахсрамшапы, то есть женская Пасха. Особое место в народном христианском православии у абхазов занимает Святой Георгий. Как известно, это один из самых почитаемых святых во всем христианском мире, особенно Кавказе, его почитают грузины, осетины, армяне, его почитают греки, в том числе абхазы. И вот у абхазов сохранился обряд жертвоприношения в день памяти святого Георгия, он на абхазском именуется Аерь. И этот обряд сегодня тоже возрождается и оно совершается в нескольких храмах. И, наконец, еще бы я отметил бы праздник Успения Богородицы, хотя это со всем праздником тоже назвать нельзя, воспоминания, наверное, Успения Пресвятой Богородицы. Так вот, христианские абхазские семьи в этот день накрывают стол, где они ставят в честь каждого усопшего блюда, включая плоды нового урожая, тем самым как бы призывая своих усопших родственников вместе разделить общую трапезу в день Успения Богородицы. Мы живем в 21 веке, и Абхазия в очередной раз испытывает возрождение христианства. Абхазское духовенство делает все возможное для воссоздания, восстановления древней Абхазской православной церкви. И вот здесь я бы хотел отметить следующее. Особенно молодая часть Абхазского духовенства, она ставит перед собою цель не просто воссоздания некогда автокефальной поместной православной церкви, потому что сегодня есть и независимое Абхазское государство. Это духовенство занимается не только тем, чтобы бережно сохранить вот все традиции, обряды Абхазского народного христианства, возродить их, чтобы мы не потеряли своего лица. Не только эти задачи решаются, но самое главное, с моей точки зрения, то, что делается современным уже Абхазским духовенством на пороге 21 века, оно связано и с переосмыслением. За 2000 лет христианства много раз в разных народах, многими отцами церкви, другими деятелями церковными ставился вопрос, о соответствии реальной, современной им или нам христианской жизни, тому, чему мы читаем в Евангелии, тому, что говорил Христос. Вот этот подход, который мы много раз видим в христианстве, он сегодня остро стоит и в Абхазии перед молодым, новым абхазским православным духовенством. Почему? Потому что в Средневековье появилось очень много чего в церковной жизни, что сегодня не нравится людям, что сегодня очевидно иногда противоречит тому, что написано в Евангелии и тому, что говорил Христос. И мне кажется, вот это новое переосмысление на новом этапе в начале уже третьего тысячелетия это важная веха в современной жизни христиан в Абхазии. Абхазия Абхазия